Добровольно сложить оружие и получить за это вознаграждение. В региональном управлении Росгвардии принимают ружья, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Незарегистрированное оружие можно сдать в любые дни, но только на период проведения специальной профилактической операции услуга не безвозмездна. В настоящем году люди очень активно идут, очень заинтересованы в сдаче оружия. В настоящий момент мы уже имеем такие результаты, как 20 единиц сданного оружия, а также около 300 патронов. Речь идет о предметах, хранящихся незаконно, либо о зарегистрированном оружии, которое было в эксплуатации слишком долго и стало опасным. Каждый образец подвергается тщательной проверке. Туляки приносят оружие самых разных моделей. Например, охотничье гладкоствольное ружье, которое в середине прошлого века было выпущено тульским оружейным заводом. Среди принесенного сегодня оружия попадаются и настоящие раритеты. Расскажите, пожалуйста, как вам попало это ружье? Ну как, вначале у теста разбираться в доме, он уборку делает. Ну и жена что-то раз за печкой мне сказала, что там завернуто в мешке. Я беру это ружье. Ну и посмотрел, прощая оружие, как говорится, ну и решил сдать. Напомним, за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность. При добровольной сдаче она не грозит. С собой необходимо взять несколько документов. Гражданину достаточно принести лицевой счет расчетный и копию паспорта. Все остальные действия мы уже делаем сами. Гражданину лишь остается ждать денежного вознаграждения на лицевой счет, который он предоставил нам в лицензионно-разрешительном службе. За минувший год в регионе общая сумма штрафа за нарушение в области оборота оружия составила более 850 тысяч рублей. Сдать оружие за вознаграждение можно до 20 декабря 2019 года. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.